в ноябре во многих белорусских средствах массовой информации государственных телеканалы я имею ввиду газеты появились видеосюжеты статьи в которых повторялся один и тот же вопрос кто такой евгений афнагель это я привет оппозиционер с 23-летним стажем координатор гражданской компании европейская беларусь евгений благодаря чему ты там появился почему тебе стали посвящать сюжеты и задавать этот вопрос знаешь как-то стоим на пикете в эту компанию идет мимо председатель белтеля радио компании подходит и так смущенно спрашивает понимаю говорит скоро оппозиция к власти придет чем помочь ну как бы предложили снять пару сюжетов веришь содержу предание на верится с трудом на самом деле по-другому это без несложно потому что такого почти никогда не было чтобы оппозиции нам посвящали столько эфирного времени я думаю что на самом деле чиновники многие понимают и пропагандисты что время лукашенко закончилась что он уже подходит концу и ищут как как бы помочь оппозиции что потом было что предъявить мол мы помогали мы вам для вас что делали по-другому я объяснить на самом деле не могу если бы госсми пригласили тебя предложили дать интервью ты бы согласился конечно на прямой эфир с удовольствием вопрос в том согласятся ли они на прямой эфир ну если не бояться почему нет ты родился в минске расскажи как ты попал вообще в оппозиционное движение ну тут большая заслуга семьи воспитание потому что самого детства мои родители рассказывали и о настоящей истории беларуси и о настоящих героях беларуси и когда были первые антисоветские выступления в минске это 89 год конец 50-х отец брал меня на демонстрации оппозиции на демонстрации белорусского народного фронта мне тогда было еще десять лет но до сих пор я это помню потом друзья школа университет в общем-то все это наверное повлияло больше всего за весь период вот твоя оппозиционной деятельности самое яркое воспоминание наверно 96 год когда фактически решалась судьба независимости беларуси и когда были очень массовые демонстрации оппозиции когда были столкновения из милиции перевернутая машина на проспекте когда в общем-то белорусы показали что хотят жить независимой стране ты по образованию историка работал по профессии недолго музыка играла буквально сразу после университета какое-то время работал в школе какое-то время потому что как бы уже тогда и в университете знали чем я занимался поздравляю что и в школе тоже но как бы и история такая вещь которая у лукашенко на своя и отличается от нормальной истории естественно детям и такого не рассказывал то ерунды которые в лукашенковских учебниках рассказывал нормальную историю ну как бы как-то закончилось тем что пригласил их на оппозиционную акцию после этого меня со школы попросили вежливо вот молодец провожали тортиком а вот в школьных учебниках по истории белорусских чтобы ты изменил я бы изменил сам подход потому что школьные учебники истории они пишутся по советским образцам то есть пускай даже в них что то есть и про великое княжество литовское и про белорусскую народную республику но сам подход что это другостный второстепенный народ что белорусы не могут без россии что белорусы не самостоятельно у нас нет в принципе своей истории не чем гордиться вот это вот та мысль которая вкладывается со школы да да и вот этот подход нужно менять потому что белорусы на самом деле есть чем гордиться белорусы великий народ белорусы в безвыходных ситуациях смогли не то что выжить а утвердить себя утвердить свою нацию свою страну белорусы во время российской оккупации восставали в безвыходных ситуациях каждые 30 лет такого в мировой истории но очень мало где было то есть каждые 30 лет белорусы восставали против сильнейший империи мира на то время но вот для многих народов были такие важные исторические события которые после того как они освобождались например для поляков польши мы находимся до после того как они простились советским союзом и обрели независимость начали наконец-то официально громко говорить о котенском преступлении о том что война началась 39 они в сорок первом что советский союз гитлеровской германии практически одновременно напали на страну если взять украину например да правда голодоморе о котором было известно но об этом боялись говорит что белорусе сейчас вот белорусам надо узнать о себе чтобы лучше понять себя свою историю свой народ белорусам надо избавиться от мифа что они толерантны спокойный такой засюкан и забиты народ вот это вот самое главное этот миф утверждался российской пропаганды потом советской пропаганды и он утверждается лукашенко со пропагандой на самом деле много чего скрывается скрывалась от белорусов скрывается антисоветские советское движение началось с открытия правды о куропатах о сталинских расстрелах с открытия правды о чернобыле но ключевой момент это то что белорусы героически смелые яркий народ что тебе нравится и что тебе не нравится в белорусах белорусах нравится целеустремленность внутренняя сила умение и и проявить в нужный момент вот это наверное то что характеризует народ больше всего потому что власти делают такой стереотип что белорусы терпелы что белорусы ничего не могут что белорус покорный народ а в то же время белорусы достаточно вспомнить партизанское движение в вторую мировую нигде такого не было то есть умение проявить силу свою нужный момент и я уверен что этот нужный момент скоро будет в отношении диктатор не нравится что ну возможно даже сложно сказать на самом деле скажи то что то нужного момента очень долго ждем терпение хорошее с одной стороны хорошая черта но с другой стороны хотелось бы поскорее ты был вильнюсе на перезахоронение калиновского и повстанцев был президент литвы президент польши был первый руководитель независимой белоруссии станислав шушкевич и были многие известные белорусские политики самое главное был белорусский народ лукашенко не доехал я думаю что даже не сильно важно не сильно хотелось его там видеть я думаю он сам это понимает что его бы там встретили не очень приятно не очень тепло а белорусской милиции за спинами которой он прячется постоянно от народа в вильнюсе нету поэтому он и не поехал меня там не было смотрел в эфире телеканала белсад радио свобода тоже трансляцию вели мне показалось что это был очень такой эмоциональный трогательный момент да это был один из наиболее ярких моментов сопоставимо с восстановлением независимости страны даже потому что вот просто смотреть видеть как белорусы идут под острой брамой со слезами на глазах видеть это вот единство народа когда все вместе правые левые независимости от политических взглядов под одними флагами с одной идеей это очень круто на самом деле очень мало какие народы сейчас могут похвастаться тем что у них был такой момент что не такое пережили это очень здорово на самом деле способны ли такие события объединить оппозицию они уже объединили оппозицию и скорее всего объединят и народ весь потому что я уже сказал что там были разные люди не только с позиции просто обычные люди обычно там жители разных городов которые никогда не выходили на какие-то мероприятия на какие-то митинги они там были были все вместе в одном в одной колонии с одной идеей в общем то что вот то настроение которое было в вильнюсе те эмоции которые были вильнюсе они должны быть в минске вот это то что объединяло и я уверен что вот это вот чудо что нашли останки повстанцев останки кастуся калиновского спустя такое время что смогли их перезахоронить с воинскими почестями как героев при участии народа за который они боролись это для этого народа для нас всех это просто подарок свыше до интервью ты сказал мне что власть боится людей боится простых беларусов почему ты так считаешь доказательства давай посмотрим логически рассуждаем если человек не боится противника он дает ему возможность говорить он дает возможность критиковать он с ним разговаривает если ты не боишься ты разговариваешь с человеком а вот если ты боишься ты будешь него прятаться бегать не давать ему слова а теперь посмотри как ведет себя власть как ведет себя лукашенко даже во время этой компании нам не давали даже законные пять минут телевизионного эфира законные пять минут радиоэфира пять минут телевидения за год за пять лет точнее даже оппозиции не дают человек который не боится так себя вести не будет человек который не боится не будет фальсифицировать выборы если ты не боишься если ты уверен в своей победе то почему ты не пускаешь на выборы международных наблюдателей, почему ты скрываешь процесс подсчета голосов, почему ты обманываешь, фальсифицируешь, почему ты просто прячешься. В конце концов, почему ты бросаешь за решетки людей, которые тебя критикуют. Пацанов, которым 23-25 лет. Олеся Круткина, блогер Асполоцкого. Сейчас он на 15 суток брошен за решетку. Дмитрия Козлова, тоже видеоблогер. Парень, которого еще 2 месяца назад никто не знал. А сейчас о нем говорит вся Орша. Почему, если ты не боишься, почему ты его бросаешь за решетку? Окей, по твоим ощущениям, много ли во власти людей, которые, в принципе, хотят перемен? Мне кажется, во власти их еще больше, чем среди, скажем, обычных людей. Почему? Потому что они постоянно общаются вот с этим самодуром. То есть, когда ты каждый день слышишь идиотские приказы, идиотские затеи, идеи. В конце концов, когда тебя публично отчитывают. Ну, у Лукашенко есть такая привычка устраивать такие селекторные совещания, где он просто поливает грязью своих же чиновников, какими же назначенных. И, как бы, это такой спектакль для людей, типа, я хороший, они все плохие. И я думаю, что вот им, тем, кто так сидят, вот так вот, опустив головы, им очень неприятно. Пример простой еще есть. Вот в эту компанию наш кандидат Андрей Войнич собирал подписи в московском районе Минска. У него на округе были несколько домов, где жили чиновники. Бывшие или теперешние чиновники. Мелкие чиновники, но, тем не менее, чиновники их семьи. Нигде не было столько поставлено подписей за независимых кандидатах, как в этих домах. То есть это просто рекорд по Минску был. Вот простой ответ. Нам помогают и чиновники, и силовики, прикрывают где-то. Ну, как бы, таких примеров, на самом деле, много. Просто в том, что... Вот какие-то я назвал примеры, какие-то назовем позже. Главная цель оппозиционеров — это всегда сдвинуть место власти. Не случилось это. Кто-то может сказать, что ты неудачник. Да, но с другой стороны, давайте вспомним, какие задачи были у власти. У власти с самого начала была задача объединения с Россией и окончательное уничтожение независимости страны. И то, что оппозиция боролась, то, что люди выходили в 90-х годах, в 2000-х годах, то, что было площадью в 2006-2010 году, это битвы, которые мы выиграли, которые позволили сохранить независимость страны. Если бы этого не было, была бы ситуация намного хуже. Мы бы уже жили в России, и граница России проходила бы под Богом. В начале ноября состоялась встреча зрителей фильма блогера «Нехты» «Лукашенко. Уголовные материалы». Правда ли, что сам министр внутренних дел приезжал туда, чтобы ситуацию разруливать на месте? Во-первых, это обычная ситуация для Беларуси. Министр внутренних дел не первый раз присутствует на акциях оппозиции, руководя их разгонами. Министр в нормальной стране – это министр, это уважаемый человек. В Беларуси министр – это парень на побегушках у диктатора. Задержали Андрея Шаренда, нашего активиста. Задержали брутально. Сотрудники милиции пытались забрать у него проектор. Затянули в ратушу. И первый человек, которого там увидел Андрея, это был министр Караев, который оттуда сидел, руководил спецоперацией по… Даже не знаю почему, потому что акция проходила, все, в общем-то, было нормально. Наверное, спецоперацией по уничтожению колонки героическому звуковой. Причем министр попросил выключить свет, чтобы, не дай бог, не видели снаружи, через окна, что там он находится. А вот ты сказал на побегушках, им не стыдно? Взрослые же люди. Тут акция по разным оценкам говорили. От несколько сот до более тысячи министр, который приезжает, чтобы заниматься таким. Я не знаю, стыдно ему или нет. Мне на самом деле не сильно это интересно даже. Он для себя избрал такую судьбу, так же, как десятки, сотни других чиновников, которые постоянно, в общем-то, в такой ситуации находятся. Находятся на побегушках у диктатора. Мы уже много лет видим повторяющийся сценарий. Накануне выбора власть говорит, ладно, вы себе протестуйте, мы вам позволим это делать. Потом некоторые лидеры попадают за решетку, Запад вводит санкции, спустя какое-то время официальный Минск выпускает лидеров и опять начинаем заново и заново. Эти циклы повторялись уже не раз. Как ты думаешь, в следующем году, президентские выборы 2020 год, будет ли опять повтор этого сценария? Во-первых, смотри, уже в эту кампанию сценарий немножко поломался, потому что ты начал с того, что власть дает возможность протестовать. В этом году она уже не давала возможность протестовать. Как только появились какие-то лозунги, которые неприятны власти, сразу стали массово снимать кандидатов от Европейской Беларуси. Пять человек было снято буквально за пару дней с выборов. Срывали наши пикеты, забирали технику. То есть сейчас уже немножко другая ситуация. Власть уже боится даже давать вот эти вот пару месяцев агитации, возможности агитации, как было раньше. А насчет того, что будет на президентских выборах, сейчас Лукашенко не в той ситуации, чтобы вообще как бы выбирать, как ему вести себя. Потому что сейчас он загнан в угол, у него нет денег, у него нет поддержки. Он это знает. Поэтому я думаю, что эти выборы будут последние. Ты находился у истоков молодежного движения сопротивления Зубр. Объясни тем, кто представитель молодого поколения, чем был Зубр? Зубр был движением нового типа. В Беларуси такого никогда не было. Дело в том, что тогда оппозиция была в депрессивном состоянии. Тогда убивали политиков, журналистов. Казалось, что Лукашенко это надолго, и что больше уже просто некому с ним бороться будет. И тут весна 2001 года, появляется совершенно новое движение, которое действует совершенно другими методами, проводит яркие акции, перформансы. И буквально за несколько месяцев удалось переломить ситуацию. Самые яркие акции из утра? Окончательный диагноз и площадь 2006 года. Расскажи о них. Окончательный диагноз это перформанс. Акция на то время нового типа. Дело в том, что за несколько месяцев до нее известный психиатр, доктор Щегельский, поставил диагноз Лукашенко. Мозаичная психопатия. Ну и белорусы, в общем-то, постоянно видели, что Лукашенко совершает глупости, говорит какие-то дурные вещи, делает глупые поступки, катается на лыжах по асфальту, например. Ну, как бы таких вот примеров, их десятки было. Мы собрали самые яркие из них и просто концентрировано показали в одном месте. То есть наши активисты одевали медицинские халаты, ловили психа, который бегал в маске Лукашенко и сыпал его цитатами. Человек в маске Лукашенко на лыжах шел по асфальту, вот как он это делал, потом прыгал в речку и плавал в ней. Другие вещи, просто их на самом деле, таких примеров, таких дурацких поступков, их на то время уже было десятки, а сейчас их вообще сотни. Через Зубр тысячи, да, прошли, ребята? Присягу Зубра приняли около 4 тысяч человек, а вообще через Зубр прошло больше 10-15 тысяч людей. И бывших Зубров до сих пор можно встретить везде в Беларуси. Это и оппозиционные организации, это и какие-то молодежные тусовки, это спорт, это журналистика, это творческие какие-то люди, музыканты. То есть я встречаю Зубров, даже с которым лично не знаком был, на каждом шагу. Почему Лукашенко, вот у меня складывается такое впечатление, что он не любит все белорусское? Историю, героев, язык? Он проигрывает в конкуренции любому герою белорусской истории, будь то Калиновский, будь то Машеров. Не зря весь проспект Машерова, по которому ежедневно Лукашенко ездил на работу, переименовали. Он проигрывает всем. И советским лидерам каким-то, и до советского периода, я уже не говорю там, тем людям, которые создавали белорусское государство. Он это понимает даже на подсознательном уровне. И поэтому, как такой вот не очень образованный человек из осталого колхоза, он просто боится конкуренции. Он боится, что его будут сравнивать с кем-то. Его ведь сравнивают все равно. И в этом сравнении он всегда проигрывает. А что касается, почему он боится всего белорусского, потому что это советское воспитание, это советская деревенская школа, это провинциальный вуз, где в голову закладывались не белорусские ценности. И каким-то путем он стал президентом независимой страны, но он эту страну как независимую не воспринимает. Он не воспринимает ни ее независимость, он все равно все делает с оглядкой на Москву. Причем он знает, что он зависит от Москвы, что ему не позволят здесь даже при всем желании проводить независимую политику никогда, потому что на него уже есть и компромат у Кремля, и рычаги влияния и так далее. И он это все понимает. И в принципе, поэтому он все делает для уничтожения белорусского государства, для невозможности становления независимого государства. И при нем реальной независимости никогда не будет. Он это просто не допустит. Сегодня Беларусь де-факто, не де-юре, независимое государство? Фактически нет, потому что у нас находится российская армия, у нас российские СМИ, у нас русская школа, фактически у нас русская колониальная администрация. И у нас остались буквально формальные какие-то характеристики независимости, но они все равно очень важны для нас. А правда ли, что активистом Европейской Беларуси был сегодня известный музыкант Макс Корж? Макс Корж был активистом Европейской Беларуси. Тогда мы с ним не пересекались, к сожалению. Хотя по его творчеству я вижу, что это оказало влияние на его музыку, на его песни, потому что песни о свободе, песни о родине у него всегда есть. И даже последний концерт в Варшаве, который был, я видел на фотографиях, что было много бело-красно-белых флагов. Он свой для патриотов, патриоты свои для него. Пять лет жизни ты провел в эмиграции. Литва, Польша. При каких обстоятельствах ты уезжал? Я уезжал после событий 2010 года, после площади, когда всех моих друзей задержали, большинство из них, когда были задержаны кандидаты в президенты, когда уже сидели за решеткой Андрея Санникова, Дмитрий Мондаренко, Наталья Радина и многие другие. Мне удалось уйти из площади, но после этого в течение двух-трех недель прошли обыски у меня дома, у моих родителей, везде, где я мог быть. То есть видно было, что меня искали. Был интересный момент, как раз перед Новым годом я был в городе, и мы знали, что под Новый год спецслужбы немножечко расслабляются, и была возможность встретиться с друзьями, с коллегами, с родителями, в конце концов. И в торговом центре, в одном из торговых центров я встретил одного из бывших высоких чинов Минской милиции, который там работал в охране. Он, когда меня увидел, он очень сильно удивился вообще, что я тут гуляю на свободе, и сказал, тебе нужно срочно уезжать. Ты что? Ну, то есть меня фактически предупредили. Хотя, в общем-то, я и сам об этом знал, что было понятно, что нужно уезжать, что идут аресты. Не сдал он, наоборот. Ну, предупредил. И после этого, где-то через недельки, две, три, после двух обысков, когда меня искали, не смогли найти, я уехал сначала в Литву, а потом уже через какое-то время в Польшу. Тем не менее, в 2016 году ты решил вернуться в Беларусь. Почему? Весной 2016 года, на самом деле, было ощущение, что в 2016-2017 году могут произойти какие-нибудь важные события, потому что было видно, что люди недовольны, что много претензий к власти, и что оппозиция не может предложить ответ какой-то на это. И, в общем-то, так и получилось. В 2017 году прошли самые массовые со времен перестройки протесты в Беларуси, так называемые Туниадские и Дамоевские протесты. Не могу сказать, что ради них возвращался, но какое-то предчувствие, что такое будет, оно было. Самый выдающийся политик в мире? В разные периоды разные. Например, не знаю, первое на ум пришло Черчилль и Рузвельт, которые выиграли Вторую мировую войну. Их много. А в наши дни? В наши дни, к сожалению, сложно сказать об этом, потому что ты примеряешь все это к своей стране. Например, Рейган и Тэтчер заняли принципиальную позицию в отношении Советского Союза и так или иначе посодействовали тому, что эта империя зла развалилась. А сейчас со стороны западных политиков такого уровня людей я не вижу, потому что многие пытаются договариваться с диктатором не только с белорусским. Это и справедливо по отношению к Путину, например. Пытаются какие-то бизнес-интересы ставить выше позиции, выше моральных ценностей. Поэтому сейчас сложно сказать. Я надеюсь, что политики уровня Рейгана, уровня Тэтчер, уровня Черчилля появятся на Западе, потому что от этого зависит и не только судьба Беларуси в чем-то, но и, в общем-то, будущее всей Европы. Согласен ли ты с тезисом, что у каждого народа та власть, которую он на самом деле заслуживает? Да. Как бы это странно ни звучало, но да. Я понимаю уже следующий вопрос. То есть заслужили ли беларусь такую власть? Я его не задаю. Но я понимаю, что он как бы... Ну, хочешь задать. Я думаю, что беларусам нужно было пройти через диктатуру, как бы это вот так вот не звучало странно. Нужно было пройти через диктатуру, потому что беларусы, победив Лукашенко, беларусы победят Лукашенко, потому что это видно вот по тем процессам, которые идут. То есть 10 лет диктатуры, потом площадь, на которой выходит 50 тысяч человек. Еще 5 лет диктатуры, казалось, все зачищено. На площади еще больше людей. Сейчас похороны Калиновского. До этого были тунеядские протесты. То есть, казалось бы, все, уже ничего нет. А тут опа, и беларусы опять показывают просто чудеса героизма. И беларусы выйдут из диктатуры, победят диктатуру, и они будут намного сильнее, потому что они просто закалены будут. Просто когда Лукашенко уйдет, мир еще удивится тому, на что способна Беларусь, на что способен наш народ. Потому что я уверен, что будет просто взрыв креатива, идей, технологий. И это все, в общем-то, в чем-то было бы невозможно без вот этого периода в 25 лет, который мы прожили. Хорошие историки неплохо прогнозируют будущее. Потому что, в принципе, история повторяется, есть логика определенных процессов. Тебе, как историку, вот логика того, что сейчас происходит, что подсказывает, что дальше может происходить в Беларуси, естественно. На самом деле, вопрос не такой простой. Можно там сказать, да, все империи распадаются, да, все диктатуры разрушаются и падают. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что в какое-то время народ понимает, что все в его руках и что все можно изменить. Момент, когда беларусы это поймут, когда беларусы просто осознают ответственность за свою страну, вот он как бы уже нащупывается, он близок очень. Это, скорее всего, произойдет в ближайшее время. Но вопрос в том, какой ценой это будет достигнуто. Потому что те же украинцы, например, они сейчас борются за свободу, жертвуя своими жизнями. Вот у нас пока еще есть возможность добиться этого мирным путем. Поэтому вопрос в цене именно. То, что диктатура падет, это понятно. Это все знают, это сами они знают, враги знают. То, что Беларусь будет независимой страной, тоже понятно. Вопрос только в цене. Беларусь. 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 Продолжение следует...